Пам-пам! Всем здравствуйте! С вами снова я, вы мои дорогие и любимые зрители. Мне снова дали пачку новостей, в которых я не разбираюсь, и вместе с вами мы будем разбираться. На окна собак! В России планируют обязать хозяев чипировать своих домашних животных. Давайте вспомним начало 2010-х годов. Что у нас было? Широкополосный интернет. У нас были бесплатно все фильмы этого мира. Вся музыка с любой точки планеты. Бесплатная музыка. Прекрасно же, да? У нас были что? У нас были ютуберы, которые в свободное от работы время делали видосы нам на потеху, и у нас был бесплатный жирный кот. И сейчас, очень иронично, так, в конец 2010-х годов, что у нас есть? У нас есть подписка на Netflix, ну или на Кинопоиск, если вы извращенец. У нас есть подписка на Яндекс.Музыку, ну или на ВК-музыку, если вы, ну, поняли, да? У нас есть платная подписка на YouTube, и теперь у нас будет подписка на кота. Да? Серьезно? Я задумался. А настолько ли мой кот хорош, чтобы на него оформлять подписку, понимаете? Объективно он тупой, он сыт мимо лотка на диван, понимаете? У меня раньше был, понимаете, кот без шерсти, да? Это же бракованный, да? На него же меньше налог должен быть. Ну нет, ну вы просто посмотрите только на это. Как вот это вот обложить налогом? Объясните мне, как вот это декларировать? Я не до конца уверен, что это кот вообще, но вы только гляньте. Это же неоморф. А у нас есть налоги на неоморфов? Еще нету. Ну это еще. А как вообще высчитывать этот налог? Какой он будет процент? Пождите, я так. А откуда будет вычитаться этот налог? Если из доходов кота, то хоть все 100% забирайте. И наконец-то государство будет должно нам. На самом деле, идея чипировать животных, это прикольно. Потому что если ваше животное потеряется, вы сможете его найти. И не будет 20 тысяч сториз в ВК. Ой, пропала собака, помогите найти. Но серьезно уже. Не для этого ТВК существует, чтобы собак искать. Для этого будут чипы. Все, здорово. Но мне кажется, что с новыми технологиями придут и новые проблемы. Да, допустим. Раньше животное жарло консервы, теперь будешь жрать Wi-Fi. Или будет ужасная ситуация, если ты говоришь, шарик гулять, а у шарика обновления скачиваются. Ну и все. Смотрите, как будет работать чипирование вообще, для чего оно сделано. Если хозяин выкинет свое чипированное животное на улицу, то можно будет отследить хозяина, и он получит штраф, и больше так делать не будет. И со временем, в теории, это должно решить проблему с бездомными собаками. Что хорошо. Если вы вдруг хотите чипировать свое животное, ну, объективно, да, то в красноярских клиниках это стоит полторы тысячи рублей. Мне кажется, это много, потому что за такую сумму в модификацию кота должен входить регулятор громкости. Разработчики, пожалуйста, об этом позаботитесь. А так хотелось бы сказать, чтобы вы любили своих животных и не выбрасывали их на улицу, потому что киберпанк уже близко. В красноярских магазинах прошла черная пятница. Я думал, под таким небом не то, что каждая пятница черная, а черный каждый день. Черная пятница. Давайте немножко пройдемся по истории. 14 век, а конкретно 1347 год. Там не то, чтобы каждая пятница черная. Там каждый день черный. Где-то я уже это слышал, да, знакомая фраза. Ну, говорят, что история цикличная, но вот, вот, цикл замкнулся. Красноярец продавал собачий жир через интернет. В полиции начали проверку. Зачем? Не в плане, зачем проверку начали, да, это понятно, потому что, ну, самозанятость, налоги не платят, надо арестовать, вот. Я говорю, зачем продавать собачий жир? Это же, ну, даже звучит тупо собачий жир. Да, да, да. Человек, ну, как человек, да, продавал собачий жир на авито, он же сумасшедший, на юле куда удобнее жить, ну, вот. Нет, так в плане того, что, ну, реально, футок делать, фу, фу. Ладно, без шуток, это просто отвратительно. Жир должен приносить деньги только фитнес-тренерам. Если у вас жирная собака, и она, очевидно, не окупается, да, то не нужно так делать, нужно ее любить, тискать и заботиться о ней. Мы называем это доги-позитив. Я теперь, когда таксист будет рассказывать, что, ну, таксует он для души, а так у него бизнес есть, буду спрашивать, какой у него бизнес, но. Может, нам удастся спасти еще несколько животных, благое дело. А чем он занимался до того, как придумал продавать собачий жир? Дело пояса из собачьей шерсти? Хотелось бы напомнить, что за жестокое обращение с животными штраф 300 тысяч рублей и 5 лет тюрьмы, вот. Я подумал, что если ему сейчас запретят на авито продавать, да, он же закладками начнет делать, ну. Хотя если жир, то это будут складки. Ладно. Да, вот, берегите своих песиков, и если хотите сбросить вес, то, пожалуйста, не таким способом. Вканский телефонный мошенник заставил пенсионерку взять кредит на 200 тысяч рублей. В итоге что произошло? Пенсионерку, которая была 66 лет от роду, ну, то есть, хотя бы, у нас же пенсия 67, тогда молодую девушку, по мнению государства, вот. И обманули. Позвонили по телефону и сказали, что нужно взять кредит, и она пошла это и сделала, вот. Бабушку очень жалко. Но, чтобы такого не повторялось, на сайте ТВК есть подробная инструкция, что делать, чтобы этого избежать. И вот, то есть, вы можете ей поделиться в любых соцсетях, или просто, ну, из балкона кричать людям проходящим, что нужно так делать. Только вместе мы сможем остановить мошенников. Потому что мстителям не под силу остановить мошенников, это под силу только красноярцам. Смотрите, да, мстители, чё? Железный человек щелкнул перчаткой бесконечности и убил Таноса. Красноярец бы сам нащелкал этому Таносу. Так что мы сильнее мстителей. Вперед, красноярцы. Мошенник. Если ты думаешь, что ты в Канске, и поэтому тебя никто не будет искать, то ты прав отчасти. Но это не повод воровать. Эту новость бы хотелось закончить словами великого. Сегодня это будет Даша-путешественница. Жулик, не воруй. А то будет как в школе. Садись в пять. Пять лет-то такое. Пять. Минтрут назвал невозможным сделать 31 декабря выходным в этом году. Ну вот прям невозможным, да? Ну вот прям, типа никак, да? То есть если мы все не выйдем на работу, это невозможно. Типа давайте работать пьяными, но работать? Мне кажется, нам нужно отстоять свое 31 декабря. Просто если сейчас они заберут его, им будет хотеться больше, больше. Через пять лет нам придется после смерти еще две недели отрабатывать. Нам это нужно? Нет. 31 декабря это же, ну, единственный день, когда можно выпить нормально в году. Если Минтрут у нас его забирает, то Минздрав, пожалуйста, заявите, что если вы 31 декабря не будете смотреть Иронию Судьбы, не будете смотреть Один Дома, Две Части, то вы Америкос. Вот так вот, так и заявите, пожалуйста, просим. Министр труда и соцполитики Максим Топилин, ой, а тут, видимо, опечатка, потому что правильно его зовут, мистер Гринч, ну вот так вот, заявил, что сделать 31 декабря 2019 года нерабочим днем уже нельзя. По его словам, такое решение нужно принимать заранее. А сейчас не заранее, ну, объективно, сейчас 30 декабря, что ли? Насколько заранее? Типа, раньше же нормально все было, господи, как отвратительно. И знаете что, я уверен, что Минтрут 31 работать не будет, поэтому я вам предлагаю такой флешмоб. 31 числа, с самого утра мы, каждые 30 минут, звоним в Минтрут и просто дышим в трубку, чтобы они там работали. Чтобы в итоге они нам сделали 32 декабря, чтобы мы все упились и встретили Новый год. С наступающим, не знаю, когда вы это смотрите, но с наступающим вас телезрители. Полиция оштрафовала Красноярку, которая хвасталась тонировкой авто в Инстаграм. Кратко, девушка заливает пост в Инстаграм, то, что у нее все тонировано, значит все в ажуре. Она говорит, ну вот, не раскатывает уже, наверное, с марта месяца. И не раскатают, ну вот. Через два дня, отгадайте, что происходит. Ее ловит полиция, замеряют, штрафуют и раскатывают. Мне кажется, что героиня этой новости не очень любит готовить пельмени. Потому что перед этим тесто надо раскатать. Сейчас отличная погода, чтобы сходить на каток. Но это тоже не пойдет, там же нужно перед началом как следует раскататься. Ладно, ладно, все. ГИБДД выходит с марта, ее ловили, да? А Инстаграм это сделал за два дня. Мне кажется, у него теперь в App Store должна еще одна звездочка появиться. Капитанская. Просто странно совершать преступление и заливать в этом Инстаграм. Но какой реакции ты ожидаешь? Типа, полиция такие, упустили его. Ну, в следующий раз мы будем внимательнее. Ну, ты, конечно, молодец. Выходит, с помощью Инстаграма раскрыли дело. Это же явно у кого-то из полицейских проскочила мысль. Я говорю, жалко, убийца Немцова не вела в Инстаграм. Было бы намного проще. Не совершайте преступление. Но если совершаете, то не выкладывайте это в интернет. В суде вы сможете так и сказать. Не запостил, значит, не было. В Красноярском аэропорту Дембель... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Делает продолжение, это очень миленькое. Ты у меня самая лучшая. Да ладно. Ты выдержал меня? Нет. Никаких злых шуток. Дембель красавец, семья все красавцы, все красавцы, все вообще красавцы. С любовью, до новых встреч. Бум! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова